Всем привет! Сегодня я вам покажу, как легко сделать заколочки для ваших собак или для каких-нибудь свадебных или праздничных причесок. Эта идея не моя. Я ее увидела, купив вот такую вот заколочку в обычной галантерее. Она на липучке. Оказалось, это обалденная штука. И для этого нам понадобится липучка. У меня всегда остаются остатки. То есть, когда я шью, у меня вот эта жесткая часть, она у меня остается всегда. И для этого нам понадобится всего лишь навсего части от нее и горячий клей. Сами заколочки вы можете сделать сами, методом канзаши или как-то другие методы. Держаться они будут очень хорошо, потому что оказалось, что на собаках это только если снять резиночку, только тогда оно будет хорошо сниматься. А так оно будет держаться, даже если собака будет возиться. Если у вас стриженная собака, то, естественно, это отворится быстрее. Так, для этого я взяла горячий клей. У меня он недорогой. Такой я покупала пистолет за 250-300 рублей. Я не знаю, сколько он сейчас стоит. Он маленький. И в фикс-прайсе я покупала вот такие штуки. Ну, они есть и в любом магазине, наверное, галантереи, строительном магазине. Это для горячего пистолета клей. Они, значит, вам надо как-то его раскалить. Значит, что я взяла? Я взяла... У меня был вот такой цветочек, вот такая снежинка. Вот такая снежинка. Ну, в общем, любую фурнитуру, которую вы найдете, любые красивые штучки для заколочек. Такую вот и такую. Для фотосессии мне это всегда выручают очень сильно. Значит, берем горячий клей, берем, значит, липучку. Самое главное, придерживайтесь такого, скажем так, метода. То есть, вам обязательно надо остерегаться, чтобы клей попадал на руки. Потому что он горячий, он очень тяжело переносится. Так, значит, берем заколочку, берем горячий клей. Я его только-только раскаю, улыбила. Немного выдавливаем сюда. Сразу же прилепляем липучку. Все. Останется потом остатки клея, когда он подсохнет, снять. Это первая заколочка у меня готова. Так, вторую заколочку я хочу вот такую. Либо вот так можно сделать, да. Но вы можете по-разному сделать. Вы можете и яблочко. Вот я думаю, яблочко. У меня просто было от искусственного цветочка, симпатичное. Я его приклеиваю. У меня получилось такой заблочный цветочек. Но самое главное, придержитесь метода того, что липучка будет держать легкие, только легкие заколочки. То есть, если у вас что-то тяжелое, то оно будет отваливаться моментально. Ну и будет тянуть собаке. Или прическу будет тянуть. Прилепили. Потом горячий клей снимем лишний, когда он высохнет. Дальше. Ай-яй-яй. Боже мой. Все, у меня тут снежинку. Сейчас Новый год у нас. Берем снежинку, приклеиваем. Все это очень легкое. Липучку вы можете взять побольше, можете взять поменьше. Это от вас зависит. Самое главное, если вы на хвостик, то потом хвостик, прежде чем снять вот эту заколочку, хвостик, резиночку снимите, распустите. Вот так. И у меня получилось уже за буквально короткий промежуток времени несколько заколочек, которые будут очень хорошо держаться. И смотреться будут вообще классно. И, допустим, на прогулку, под любой наряд вы можете сделать. Вы можете на прическу сделать вот такие вот свадебные какие-то, да, то есть вещи. Можете сделать для собаки. Получились такие милые заколочки. Сейчас покажу, как они выглядят на собаке. Пусяешная. Где моя пусенька? Где моя девочка? Где моя сладенькая девочка? Пуся. Иди-ка мне скорее. Оно у меня стриженное. И будет очень интересно смотреться на ней. Привет, Пуся! Она просто старенькая собачка. Ей будет сложно вязать заколочки или еще что-то. Поэтому мы ее стрижем. И мы оденем ей красивые заколочки. И они будут хорошо держаться. Вот так. И даже если она встряхнется, все равно заколочки будут держаться. Самое главное, чем легче волос, тем легче должна быть заколочка. Допустим, вот эти совсем легкие заколочки, они будут держаться намного лучше. Которые потяжелее заколочки, их лучше на резиночке делать. Вот. На резиночке. Так. Сейчас я покажу на другой собаке. Потому что на ней соскальзывает. Но вот эти заколочки будут держаться лучше. Так. Вот это вот. И этот. Они очень легкие просто. А вот эти заколочки, которые я взяла в галантерии, всякие разные, они, конечно, будут соскальзывать с шерсти, которая стриженая. Можно, конечно, завязать и хвостики. Но, как бы, у меня на это нет времени. Виля, иди сюда. Иди ко мне. Иди, иди. Я ее не причесывала для ролика, но она довольно очень хорошо для этого подойдет. Пока. Виля, садись. И мы наденем на хвостики. Вот так. Можно два сердечка, нужно два одни соскальзывает. На хвостики они будут держаться очень жестко. То есть, чтобы снять, надо будет снять сами хвостики. Саму резиночку. Посмотрите, видите, они очень хорошо цепляются. Все, мы закончили непричесанные девочки, но с заколочками. Всем пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Пока.